Внимание, вопрос. Вы согласитесь снять экстремальный трюк с участием дочери, если за такой ролик вам пообещают большое вознаграждение? Ага. Нет. Это не правда. Ваш ответ? Нет. Не верите? Ну, как-то. Это правда. Как? А как ты вообще могла думать, что я соглашусь? Ну, что у тебя в голове вообще? Неужели ты настолько во мне дебила видишь, а не видишь во мне человека? То, что у меня тоже есть душа и есть понимание? Аннет, это правда. И детектор это подтвердил. Я рада, что такое. Ух ты, неужели и так ты веришь, а так ты мне не верила. Какой-то с***ный детектор тебе помог поверить. То, что я тебе пять лет об этом говорю, ты не могла поверить. Эта ебаная передача помогла. Господи. Внимание, вопрос. Ради семейного счастья и спокойствия Аннет, вы готовы прекратить зарабатывать нелепыми выходками? Да. Это... Правда. Так веришь? Аннет, что скажете? Мне тяжело поверить. Знаете, возможно, у вас пока что нет оснований ему верить в отношении его поступков, которые он делал в прошлом. Но то, что он готов измениться, и то, что ваши дожди для него важны, это состоявшийся факт. Можливо, я не понимаю психологию, но я знаю своего сына. И это еще раз подтверждю, что это правда так. И я горжусь тем, что мы сейчас находимся здесь, несмотря ни на что. Прошу все эти моменты, возможно, кому-то ганьба. А мне это еще раз хвилина материнской гордости за то, что все-таки он выстоял и еще раз доказал, что он может сделать все для своей семьи. Хай не сейчас. Можливо, пройде определенный час. Можливо, он понимает, кто он и что он есть. Можливо, он понимает, что не нужно доказать всему свете, что он личность и что он человек. Можливо, ему нужно было просто спокойно это дать зрозуметь близкой на данный момент ему людине. Это Аня. Я знаю, насколько он дорожит мой сын своей семье, насколько ему приходится тяжко. Мне не байдуже життя этих двух молодых людей. Я знаю, какой он на самом деле. И я завжди буду знать и доверять ему, что мне сталося в этом жизни, и каким бы он решения не принял. Вы заработали 5000 гривен. Впереди второй блок. Пять вопросов. На кону 15 тысяч. Продолжаем. Боже мой, что можно спрашивать? Ты подумай, потому что мне уже плохо. Мы заканчиваем. Я не буду мучать своих родных. Хорошо. Я принял ваш ответ. Хочу сказать, что иногда нужно уметь отпускать. Потому что вот в случае с Анет срабатывает вот принцип, чем больше ты пытаешься навязать, тем больше от тебя отстраняются. Так сладок мед, что гадок. Ну, что-то в этом духе. На этом наш проект для вас закончен. Можете подойти к своей группе поддержки. Все нормально, все хорошо. Все, идем уже. Я надеюсь, очень надеюсь на то, что в сегодняшний день, в сегодняшний момент, он все-таки изменит свое, извините, свое бачение. И, прежде всего, он поставит на первое место дочку, а потом себя. Это еще одна возможность посмотреть на одну и ту же ситуацию по-новому. Действительно, не должны мои личные амбиции мешать мне видеться с моей дочерью. Пускай даже часа с моей дочерью важнее, чем моя там злость или непринятие ситуации, которая сложилась. Приезжай. Да? Ты приедешь? Хорошо. В эту субботу. Хорошо. Я не против. По рукам. Да. Договорились. Дивіться за тиждень. Чи зрозуміє, що добре, а що погано людина, позбавлена дитинства? Вы предоставляли своему крестному интимные услуги за еду и одежду. Як жити, якщо единый, кому ти потрібен – це збочинець? Не было, что есть. Он меня надевал, кормил. Ну, за это он ласкал в меня. Готовим убить его, расчленовать его на куски. Позбавитесь жахливого минулого заради шансу на новое майбутнє. Вас боится ваша дочь, ваша жена, и вас боится ваш тесте. Я ніколи не задумався, що я такий носик, я такий фаршивий батько, і чоловік. Правда, що супруг пытался задушити вашу больну дочь? Стена дома є? Йде стены в дно. Отходите і наказуйте себе об стену. Сами! Дякую! Дякую!